Школа искусств и детская художественная школа города осуществляют свою деятельность по двум программам. Это предпрофессиональная и общеразвивающая. В детской школе искусств занимаются 395 человек, в детской художественной школе 204 человека. Благодаря реализации проекта, поддержанного Министерством финансов Красноярского края, дом окнами в музыку, кабинеты детской школы искусств приобрели новый эстетический вид. Пластиковые окна частично удалось заменить половое покрытие общей суммой на 4 миллиона 743 тысячи рублей. В рамках получения субсидий по линии Министерства культуры Красноярского края получены новые музыкальные инструменты. Это самое большое поступление новых музыкальных инструментов за последние годы. На сумму 4 миллиона 264 тысячи. Повлияло ли это на набор детей, то есть увеличился набор, что-то произошло, или просто вы эти инструменты используете как более качественную подготовку? Конечно, безусловно, качественная подготовка должна быть, потому что наши обучающиеся, наши школы искусств активно принимают участие в профессиональных конкурсах краевых, международных. Буквально в декабре у нас самый молодой участник Красноярского края, наш обучающийся Баяна, он занял золотую медаль международного фестиваля, это не может не радовать. Увеличение прошло порядка 100 человек, я сказала. Единственное, что у нас, конечно, небольшая была проблема, что у нас, ну скажу честно, не с 1 сентября ребята пришли, они пришли у нас к концу сентября. С чем связано такое раскачивание, я не могу комментировать, но порядка 100 человек, новых ребят, пришли в наши классы. Стоит отметить, что тенденция, та, которая наблюдается сейчас в целом в Красноярском крае, что на инструментах не сильно хотят ребята заниматься, в нашем городе это отсутствует. Все направления инструментальные в городе детской школе искусств заняты. Ну и желающие у нас не стоят в очереди? То есть мы всех желающих? Мы всех берем. Хорошо. Мы никому не отказываем. Спасибо. Спасибо.